Всем привет, с вами Магия, это видеоблог магазина Сникерхед. В эфире новости, погнали! 50-летнему юбилею модели Superstar Adidas коллаборируется с магазином АКУ, это шанхайский ритейлер, и делает всего 100 пар Friends and Family лимитку на, конечно же, успешную и легендарную модель Superstar. Модель потеряла свои знаменитые три полоски, но зато приобрела интересный принт в виде драконов, могучих карпов и всякой эстетики китайской живописи. Плюс к этому получила также прозрачный аутсол с деталями на китайском и интересную коробку. Puma и уже ставший классикой мультфильм One Piece сделали коллаборацию. Модель полностью рефлективна и разделяет кроссовки на темную и светлую сторону. Ну и, конечно же, в середине красуется главный логотип пиратского братства этого мультфильма. Подходит к концу долгое довольно-таки сотрудничество Adidas и Александр Вэнг. В коллаборацию на этот раз вошли одежда, связанная с какой-то космической эстетикой. В фотосессии нет даже моделей, а ощущение создается, как будто сделаны фотографии и одежда одета на человека-невидимку. Плюс ко всему великолепию одежды добавилось несколько пар кроссовок. Самое интересное, на мой взгляд, это, конечно, какие-то утепленные валенки, которые отлично подойдут для жителей больших городов. Но есть и более классические силуэты в духе лайфстайл обуви. Что может быть круче классических Air Jordan 1? Только Air Jordan 1 с системой Zoom. Очень интересно, как поведет себя эта подошва на классической модели, но смотрится очень жирно. Тем более, что в прозрачной части OutSolo можно разглядеть всеми любимый Zoom. Еще одна необычная коллаборация, связанная с Adidas Superstar. Я думаю, бренд подготовил к 50-летию кучу-кучу интересного. Одна из них — это коллапс с Блонди Маккой. Что интересно и удивительно для модели Superstar, на этот раз они стали полностью прозрачными. Немного из рубрики «Что же скрыто в черном ящике». Бодега релизнула свой предстоящий коллапс с Vans. Но, к сожалению, что конкретно будет, кроме модели Vans High, я пока не знаю. Выходят очень красивые KD-12, посвященные борьбе с раком груди. Называются они Ain't Pearl. Как мы знаем, KD не первый раз выпускает кроссовки, посвященные этой теме, и за это ему огромный респект. Стюсь! И доктор Мартинс сделали коллаборацию. Ничего необычного, просто стюсь! И доктор Мартинс. Просто доктор Мартинс и стюсь! В принципе, все. Давайте дальше. Новые взрывные баскетбольные Джорданы 5 от Off-White. Это ли не мечта? Я уверен, все любители баскетбола, да и не только все хайпожоры, будут просто мечтать, охотиться и вырывать друг у друга из рук эту пару. Ну, потому что это действительно необычные пятерки, сделанные из абсолютно неподходящего, наверное, или неиспользуемого для них материала. Как мы можем понять, весь верх кроссовок покрывает та сетка, что покрывало носки на первых Джорданах расцветки UNC. Также набиты они не опреном, но не огромным куском, а очень тонким и аккуратным, отчего кроссовки смотрятся намного тоньше и аккуратней, и не такими громоздкими, как их предыдущие прародителями. Как обычно, огромный респект Virgil Ablo за то, что мог взять обычные пятерки и превратить их в абсолютное что-то новое и безумно желанное. Я в этом году попробую себе их вырвать. Наконец-таки меня услышали Nike и назвали по-настоящему рэперски свою модель, которая относится к занятиям спортом и фитнесом. Она так и называется Super Rap. Выглядит необычно, но все-таки очень сильно выдается тематика спорт-дизайна, поэтому лучше в них все-таки идти в зал. New Balance на модели 997 сделали дань уважения персидскому ковру. И коробка, кстати, идет соответствующей. Как мы видим по расцветке, все значимые оттенки на персидских коврах на этих кроссовках присутствуют. Добавим к этому хорошую качественную замшу от New Balance и подарочную коробку в виде ковра и получаем, ну, не знаю, если не лучший, то наверняка хороший новогодний подарок. На этой неделе выходит Jordan 11 в расцветке Bread. Очередное переиздание, которое и хвалят, и ругают, но неизменным остается одно. Эти кроссовки абсолютно обречены на солд-аут, потому что это классика от Майкла, в которой лично сам он играл. Релиз запланирован на эту субботу, но в нашем магазине они появятся чуть позже, так что следите за новостями и подскажу, скорее всего, на следующей неделе. Адель Бекхам Джуниор, большой любитель кроссовок, кастомов и всего-всего эксклюзивного, на этот раз перепрыгнул выше головы самого себя и сделал для игры в американский футбол свою именную модель в виде, как мне показалось, машинки из фильма тупой еще тупее. Она действительно очень похожа на собаку и сделано это не просто так, а для того, чтобы поддержать местный кликлинский центр по обращению с бездомными собаками. Это очень-очень круто и большое спасибо за то, что люди делают такие штуки в поддержании братьев наших меньших. А с вами был Магия и видеоблог магазина Сникерхед. Не забывайте подписываться на наш канал, жать колокольчик, ставить лайки. Мир!